так 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 давайте начнем общаться со всеми я по-моему с ней наобщался и обидел ее хочешь чтобы поговорить так давайте это было твое видение сейчас я накликаю что дальше бла-бла-бла анто видел что так вот пожалуй я тоже не смогу сидеть и ждать спокойно потому ты серый страж пошли нужно остановить мор о плюс 2 я же говорю так надо понять у меня вот основной вопрос типа подарки плюс 10 только дарить надо если меньше лучше не дарить да я правильно понимаю что тебе нужно спрашивай что умеет храмовники из них сделали бойцов церковь может говорить что храмовники нужны и для защиты но не слушайте сказки они самые настоящие солдаты само собой у ордена храмовников есть и другая основная цель преследовать магов для этого мы развиваем способности тех кто может выпивать ману и рассеивать заклинания раз другие люди не могут этому учиться могут наверное но возможности для этого выпадают не часто церковь держит храмовников на коротком поводке видишь ли нам дают лириум чтобы развить у нас магические способности а это значит что у нас вырабатывается зависимость а поскольку церковь жестко контролирует торговлю лириумом с гномами думаю тебе под силу сложить 2 и 2 а так значит я была зависимость от лириума к счастью нет лириум ты начинаешь принимать только после того как принесешь присягу для того чтобы развить способности храмовников лириум не нужен он просто делает эти способности более действенные мне так сказали по крайней мере может это и не так и церковь обычно не выпускает храмовников из своих рук ведь они могут раскрыть ее тайны я что-то вроде исключения так что мне еще повезло так ну ладно ничего не рассказал кто нас есть а у за да давай с тобой поговорим как жизнь что такое что случилось так ну он же сторожевой пёс я порой забываю что он сторожевой пёс так что по делам мне ну-ка часто могли однажды слышал по-настоящему старинную легенду о том как псовые воины в первобытные времена кормили своих мобари плотью побежденных во всяком случае так я слышу иногда это могла быть и человеческая плоть ха ха ему не нравится ооо бедный пёсик хватит пугать пёсика не не слушай алистер он вечно шутит бедный мой пёсик чё ты его запугиваешь а чё ещё будет я могу чисто сам поговорить с ним господи но полусъеденный протухший заяц это совсем не то что женщина мечтает обнаружить в своем нижнем белье дорог не подарок а внимание он не хотел ничего дурного пускай это грязная псина забирает назад свою добычу вот и скажи ему чтоб больше так не делал слышал что дама сказала и не оскорбляй моего песика думаю ты его ты оскорбил его лучшие чувства Он просто притворяется, чтоб его пожалели. Уж я-то вижу. Ты не трогай моего песика. Я не знаю, что я так делаю. Господи, с тобой что, все поговорить хотят? Наблюдать за ними. Сейчас получше от твоего пса, понял? Ты истинный воин и достоин уважения. А, теперь я могу с ним поговорить? О, наконец-то. Хочешь прокопать туннель на ту сторону мира? Хе, молодец. Так. Знаешь, это ведь скоро не выйдет. На псу что такое там? Мелочь это все копать. Что ж, желайте удачи. Пусть копает. Кто я такой, чтобы его оскорблять? Это ж мой песик. Его и так все обидели, особенно. Так, а где эта женщина? Офигеть она там сидит. Так, стоп, Алистер, чё-то отошел. Раз мы сражаемся вместе, надо же узнать тебя получше. Нам еще с порождением тьмы биться. Стоит ли задерживаться? Ты в порядке? Все-таки ты в той клетке не одну неделю сидел. Тебя это беспокоит? Напрасно. Сражаться я могу. И это главное. Я никогда вас не видел. Расскажи о себе. О своем народе. Нет. Нет, почему? Народы сложны. Их не опишешь краткой фразой вроде Эльфы это податливые остроухи и создания, живущие в нищете. Ага. Так. Ты говорил, что стоишь в армии. Состоишь. Состою. Ты когда-нибудь участвовал в войне? Я всегда участвовал в войне, гном. Что ты имеешь в виду? Мой народ не прекращает войну с того самого дня, как мы ступили на Северные острова. А наладить с ними отношения вы не пытались? Когда родной язык врага обман, никакие слова не помогут. Не вижу смысла сейчас говорить об этом. Сигерен и Парволен далеко. Фералден и порождение тьмы близко. Ну что ж. Надо идти. Как скажешь. О, плюс два тоже неплохо. Так, ну-ка. Ну, сначала я с ней поговорю. Морриган. Так, сейчас сохранюсь. Это бежать далеко. Я бы хотел кое-что у тебя спросить. Если это так необходимо. Да. За тобой когда-нибудь охотилась церковь? Как мило, что ты задаешь столько вопросов. Да. А вы такие милые, когда вы виливаете этот ответ, а? Давай, сейчас подкачу к ней. Да. Может нас стоит лентами перевязать и украсить цветами? Так уж мы милы. Ха-ха-ха. На мать мою охотились не раз. И судя по успехам хромовников, таких как Алистер, ты можешь оценить, насколько им это удавалось. Мать превращала это в игру. Когда хромовники за нею возвращались, она с улыбкой смотрела на меня и говорила, что веселье должно начаться вновь. А у вас правда не было с ними проблем? Уже не знаю. Я была слишком мала. Возможно, это была бравада Флемет. Или правда ее охот развлекала? Я не знаю. Сначала Флемет предупреждала их. Но никогда они не слушали ее советов. И вот тогда и начиналась игра. Порою Флемет меня использовала как наживку. Девчушка плакала и убегала, завлекая хромовников подачами. Дальше, в глушь, наверное, погибли. И ты их всех правда убивала? Я? Нет. Я стала убивать намного позже. А Флемет уже тогда была жадна до... До подобных дел. О, к счастью, в Диких Землях места много. Как только нас находили, Флемет переселялась и снова мы терялись в глухих лесах. Опасность я осознала, когда стала гораздо старше. До этого я не слыхала ни об отступниках, ни о Малификару. Ага. Они получили по заслугам. Возможно. Но они, однако, делали то, что считали необходимым. Церковь считает магов, не входящих в круг отступниками. Отступники не могут стать Малификаром. Зовут так чернокнижников, что крови магию творят и демонами одержимы. Возможно, это правда. Все же те из нас, что выбрали свободу, предпочитают не присоединяться. Ага. В каком смысле? Вроде будем драться до конца? Замечу, что мы просто защищались. Но если они придут за нами, нет сомнений, мы будем драться. Довольны этих разговоров. Давай вернемся к делу нашему. О, плюс один, но тоже неплохо. Ладно. Еще успеем тебе свои... Подкатить камушки. Рад видеть тебя, мой давишний спаситель. Подан фетик снова к твоим услугам. Я увидел ваш лагерь и подумал, разве может быть более безопасное место для ночлега, чем лагерь серого страха? За то, что мы надоедаем тебе своим присутствием, я готов дать тебе хорошую скидку. Ну как, согласен? По рукам? Можешь отстаться, только уж позаботься... А, позаботься все сами. Прекрасно. Поблагодари доброго господина. Ну-ка, мальчик мой. Спасибо, сэр. Уверяю тебя, мы не станем обузой для тебя и твоих спутников. Если тебе понадобятся магические предметы, только скажи об этом моему мальчику. А если что иное, обращайся ко мне. Так я торговать-то хотел? Привет. Мальчишка немного не в себе, но он умеет мастерить волшебные предметы. Один из этих усмиренных парней называл его... Как же он его называл? Может, мастаком? Я и не думал, что такое возможно. Какого рода магические предметы он мастерит? Он может обработать лириумом любое оружие. Хотя, надо сказать, одни металлы требуют большего количества лириума, другие меньшего. В Арзамаре были мастера-кузнецы, которые умели это делать. Но мой мальчик настоящий мастер. Правда, малыш? Колдовство! Раз и готово. Мне нужен кое-какой магический предмет. И какой? О, вот как! Надета Алистер. О, давайте ему что-нибудь впихнаем. Два против порождения тьмы. О, нормально. Хава! Принять. Давайте. О, разумеется. Я сделаю это для тебя. Идем со мной. Так, что у тебя есть? Тут надо смотреть через клиго-магических... Развитие. Без понятия, что такое. Ух ты! Двадцать два золота! Где я возьму всток? Даже я щели я сейчас все продам, мне двадцать два золота не будет. Вы издевайтесь. Фак. Конечно, обидно. Ну, кинжал вот этот давайте тоже продадим пока. Еще... Я думаю, мы еще найдем что-нибудь. Возможно, я зря продаю, но... Да, до двадцати двух я никак не накапливаю. Ну, книжечка вот эта хорошая явно. Или вот эта... Фак. Надо набирать будет что-то такое. Для ядов. Понятно. Посох какой-то. Милосердие Селюбина. Посох двуручья. Требуется маги. Требуется маг. Блин, даже не знаю. Будет ли это еще одно какое-то магическое оружие или нет? Но мага у меня нету. А вдруг потом я такой не найду? Ну, не знаю. Фольга конспиратора. Двадцать сопротивления. Сила двадцать. Блин, не потяну. Клепанный шлем. Я мог бы себе сет набрать. Да, в принципе, нафиг мне он нужен. Десять. Ужас какой барда. Снижает враждебность. Кожа молодого дракона. Ёп-ты-ты-ты-к. Блин. Легкие сапоги. Ну, десятку отдать, но вы издеваетесь. Не, ну здесь много чего хорошего, я как вижу, есть. Етить-колотить. Восемьдесят семь голды. Вы чего, сумасшедший? Блин. Где я столько денег возьму? Мануал следопыта. Какая-то книга. Я думал прочитать, может. Учебник хромовый. Рюкзак. Хо. Ёмкость на десять, но мне пока это не горит. Или горит. Я не знаю. Ладно, первым делом, поскольку у меня пока выхлёстывает, мне нужны аптечки. Аптечек семь, думаю, хватит. Мне нужна припарка. Вот это. Так, купите. Ну, давай эти купим. Магические пока не нужны. О, для мобари нужны косточки. Всё, сколько у меня осталось? Двенадцать. Блин, надо что-то делать. У меня есть просто кольцо, я могу одеть какое-то из этих. Блин, ну восемьдесят семь. Как реально заработать восемьдесят семь вначале? Так, из оружия ничего нет. Но здесь есть сапоги молодого дракона, мне это напрягает. Требуется маг, требуется маг. Что это такое? Шесть к атаке, шесть к броне. Фак. Вот кожа молодого дракона, интересно, я ещё найду. Блин, ну я не смогу тогда купить для мобари, но зато я скуплю себе ботиночки крутые. Ааа, вопрос, вопрос. Смотрите, снижает враждебность. Враждебность чего? Врагов, типа, на меня реже нападают? Или про... О, господи. Ловкость два. Но мне вот это было бы хорошо. Теперь, в принципе, почему бы нет? Вываренная кожа, да? Допустим, я возьму кожу вываренную. Перчаток вываренных нету, да? Ааа, шлем. Ну ладно, давайте возьмём вот так. И раз пока мобари мы гоняем, возьмём вот так. Ммм, да. Ну что делать? У нас вариантов не так много, хоть все шлем поменяю. На, тут ботиночки. Хоп, сипс один, смотрите. Семьдесят один, семьдесят четыре. Э, шестьдесят девять, шестьдесят... Ну, она чуть-чуть улучшилась. Вот, отлично. Всё. На мобари я ошейник чуть позже одену. Так, теперь нам надо двигаться дальше. Ты, 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 ты. В принципе, можно было их взять. О, они что, все автоматом качаются? Смотрите. Один ячмошник. Все седьмого, один ячмошник. Я не знал. Ладно. Ох, мать моя. Так, что это такое? Это отдых, да, понял. Окраина леса. Я могу квест посмотреть, куда мне надо? Нарушение долго. В принципе, без разницы. Да, блин. Что это? Дикие земли. Мастагар. Вот. Я в лоттеринг, да, получается. Пристань на озере. Это пристань примыкающего к стартовому. Деревня Рэдклифф. Ну, я не знаю, есть ли разница, куда идти, но давайте пока сходим туда окраины леса. Пошли. Ну, в плане, я не знаю, есть ли тут специфика, куда надо раньше пойти. Потому что если это, типа, прям true-true RPG, то стопудов должно быть. Какие-то долицы. Я как раз ищу долицев. Что-то мне не верится. Какие общие дела могут быть столицами у таких, как вы. Я, серый страж, мне надо поговорить с Иваном. А, нет. Я скажу, это только вашему вождю и больше никому. Поскольку ты не просто бродяга, пусть хранитель сам решает, насколько важно твое дело. Да. Пока будешь в лапере, советую держать руки при себе и помнить, что наши стрелы нацелены на тебя. Следуй за мной. Хорошо. Хм, я вижу у нас гости. Че? Те не нравится он? И среди них волкодав. Мало нам было сложностей с его собратьями. Митра, кто эти чужеземцы? Мое терпение не безгранично, а дел на сегодня более чем достаточно. Знаю, но вот этот говорит, что у него важное дело к клану. Понятно. Скажи, чужеземец, какое у тебя может быть к нам дело? Ты же видишь, у нас и собственных хлопот хватает. Я представляю серых стражей. С этого и надо было начинать. Масерена Смитра, можешь вернуться на свой пост. Мануриный хранитель. Теперь позволь представиться. Я Затриан, хранитель и вождь этого клана, сберегающий знания наших предков. А ты кто? Я енот. Рад познакомиться. Если ты хочешь известить нас о приближении Мора, в этом нет нужды. Я уже учуял разложение, которое он несет миру. Не застрянь мы здесь. Я уже давно отвел бы свой клан на север. Мы не можем тронуться с места. Да, видно, что вам сейчас только приходится. Сами-то справитесь? Я так понимаю, ты ссылаешься на договор, который мы подписали много веков назад. Увы, я пока не знаю, сумеем ли мы сдержать свое обещание. Мне придется кое-что объяснить. Ступай за мной. Ну пойдем. Расскажи мне. Наш клан пришел в лес Брасилиан месяц назад. Мы всегда здесь встаем лагерем, когда путь приводит нас в эту часть Фералдена. Этот лес опасен, и мы постоянно на стороже. Но кто мог подумать, что Оборотни устроят нам засаду? Они затаились и ждали нас. И хотя мы отбились от этих тварей, многие наши воины сейчас лежат при смерти. Целительские умения не помогают. Мы будем вынуждены прикончить наших братьев, чтобы они не превратились в Оборотни. Отстой. Я знаю, мор надо остановить. Но сейчас мы не можем выполнить свои обязательства. Мне искренне жаль, что это так. А может я могу как-то помочь вашим охотникам? Они поражены проклятием, которое проникло к ним в кровь и причиняет нестерпимые муки. Они обречены умереть или превратиться в чудовище. Единственное, что может их спасти, связано с источником самого проклятия. Так что помочь нашим братьям будет очень и очень непросто. А непростые задачи это мой конек. Где-то в лесу Брессилиан обитает огромный волк. Мы зовем его Бешеным Клыком. Это в нем зародилось проклятие, и через его кровь разошлось по лесу. Если убить Бешеного Клыка и доставить мне его сердце, я, может быть, сумею уничтожить проклятие. Но эта задача оказалась для нас чересчур опасна. Неделю назад я послал в лес отряд охотников, но все они не вернулись. Я больше не могу рисковать жизнью своих соплеменников. Я отыщу для тебя этого Бешеного Клыка. Должен предупредить тебя, что кроме оборотней, в лесу Брессилиан таятся и другие опасности. Видишь ли, прошлое этого леса пропитано кровью и смертью. Когда происходит столько смертей, завеса, которой отделяет царство духов от нашего мира, истончается. И тогда духи вселяются в живых и в мертвых. Но если ты и вправду можешь помочь, тогда желаю тебе удачи. Не нужно кое-какое снаряжение. Тогда лучше обратись к мастеру Вартон. Я попрошу его отложить для тебя кое-какие вещи из тех, которыми пользуются наши охотники. Так, у меня к тебе пара вопросов. Тогда задавай их быстро. У меня много дел. Ланая, моя помощница, и Сарл, сказитель клана, точно так же могут ответить на твои вопросы. Как мне найти бешеного клыка? Чего-нибудь посоветуешь? Ищи белых волков. В лесу они для него глаза и уши. Ага, расскажи мне подробнее про клятие, которое поразило охотников. Здесь нечего особо рассказывать. Первоначально проклятие разносил бешеный клык, но теперь им можно заразиться и от любого оборотня. Значит, если меня укусит, то оборотень я тоже заражусь? Возможно, но не наверняка. Есть только один способ уберечься от проклятия. Не дать себя укусить. Ха, гениально. Как я узнаю, что меня поразило проклятие? Ты узнаешь это за считанные дни. Ты начнешь потеть, тебя будет тошнить, но главное, нрав у тебя станет диким и необузданным. Если с тобой это случится, постарайся ускорить поиски бешеного клыка. Тогда уж ты будешь трудиться не только ради нашего блага. Ага. Так, хочу задать еще один вопрос. Мне пора. Мне надо заняться делами своего народа. Да ускорят твой путь, творцы. Да, спасибо. Что это такое бешеный клык? По словам хранителя, бешеный клык это волк, но волк необычно. Одержим могущественным духом, и только из-за него в лесу по-прежнему обитает оборотень. Бешеный клык живет уже много веков, обладает огромной силой. При этом единственная способность положить каец, проклятие оборотня, вырвать у него сердце, принести. Ага, понятно. Такое. А здесь что такое ты мне сказал? Вы на деле тяжелый или массивный доспех, хотя эти доспехи хорошо защищают, не забывайте, что они уменьшают скорость атаки. Ну, для танка бесполезно. Ну, в смысле, пофиг. Ага. Стоп, что-что-что-что-что? Улучшение предметов где? Где? Лагерь отряда нет. А где она? Так. Все предметы отряда, подлежащие лженчерпить, хотя те, что в данный момент надет на это, мы можем улучшить силу и заклинание, при условии, что у вас есть руны, выберите предмет, который хотите за чертить, и перетащите в нужную руку. Ну, понятно. То есть здесь куча квестов еще. Что будет? Ха, злошара. Андаран Атишан, серый страж. Ой, я тут надолго, короче. Меня зовут Ланая. Я первая, можно так сказать, ученица Затриана. Я всю жизнь учусь под надзором хранителя. Меня... Меня очень интересует мир за пределами клана. Можно задать тебе один вопрос? Валяя, если хочешь. Я слыхала, что человеческие города огромны, что там в больших домах в тесноте живут тысячи и тысячи людей. Это правда? Я вообще-то гном. Как ты представляешь, если тебе дам ответ на этот вопрос? Ты мне скажи просто. Инда, иные города так велики, что и взглядом не хватит. Правда? Как же там должно быть шумно, когда все разом говорят. Я пытаюсь представить себе наших соплеменников, которые живут в этих городах, окруженных стенами из камня и безразличия. Думать о таком нелегко. Ага. Они привыкли к такой жизни, как люди. Привычка к боли и страданиям не делает их жизнь менее трагичной. Говорят, что когда-нибудь у нас снова будет родина. И мы, долийцы, собираем древнюю мудрость, готовясь к этому дню. Когда этот день наступит, все эльфы, даже те, кто все позабыл, вернут свое былое величие. У меня есть еще вопрос. Впрочем, я не уверена, что ты ответишь на него. Люди когда-нибудь сожалеют о том, что сделали с нами. Сомневаюсь, что они задумываются об этом. Для них это всего лишь история. Ах, какая же у них короткая память. Давно, еще до падения долов, поэт сказал о них. Они несутся, как драконы. Их крылья славою полны. Они жестоки, как драконы. И так же их сердца черны. Но ты здесь не за тем, чтобы слушать старинные стихи. Прости. Вероятно, у тебя тоже есть вопросы. А, расскажи о себе. Уверяю, во мне нет ничего особенного. Если я и отмечаюсь чем-то от сородичей по клану, то лишь тем, что родилась среди людей. Я попала к долицам со всем ребенком, но навсегда сохранила интерес к миру, из которого пришла. Почему долицы так неприверливы? У них есть на это веские причины. Со времен Орлотана мои соплеменники были либо рабами, либо бесприютными слитальцами. А что за Орлотан, которого ты не раз вспоминала? Давным-давно, когда люди только заявили сюда, это была родина наших предков. Тогда мы были свободны и бессмертны. Мы не знали, как вести себя с людьми. И в конце концов, они обратили свою мощь против нас и разрушили Орлотан. Наших предков обратили в рабство, а наша культура погибла безвозвратно. Но Орлотан же еще существует, ведь так? Вот сволочь. Говорят, тогда Альфы были бессмертны. Пришли люди. Легенды говорят, что общение с людьми изменяло, ускоряло бег нашей крови. И мы начинали стареть. Так что мы, само собой, старались их избегать. А потом они на тысячу лет обратили нас в рабство. Все это время наша кровь непрестанно ускорялась. И мы утратили бессмертие. По крайней мере, так говорят легенды. Теперь я понимаю, почему вы не любите людей. Шемлины. Так мы их зовем. Брыдкие ребятишки. Хорошо, что я гном. Наверное, это высокомерно, считать другой народ неразумными детьми. Вероятно, нам следовало внимательнее подойти к своей собственной роли в падении Орлотана. И все равно это был горький урок. Урок, за который мы не испытываем благодарности. Неужели нельзя добиться твоего клана дружелюбия? Можно, если гость докажет, что он не из тех чужаков, каких мы привыкли опасаться. Ты хочешь помочь нашему клану? Это, безусловно, верный шаг. Ну я же не в ответе за то, что сделали с эльфами. Это верно. Притом ты даже не человек, так что это вдвойне несправедливо. Но когда затронуты чувства, о справедливости забывают. Мы просто не любим чужаков. Ага. К тебе не видно неприязни. Верно. Но я пришла из своего мира. Большинство долицах знает только свой клан. Они боятся чужих. Возможно, когда-нибудь это изменится. Но я уверена, что первый шаг должны сделать люди, если они на это способны. Ну ладно, давай еще чем спрошу. Чем именно занимается хранитель? Прежде всего, хранитель это вождь клана. Он решает, куда нам идти и когда отправляться. Также он изучает древние знания клана и передает их сородичам. Без хранителя знания клана погибнут навеки. И поэтому клан бережет его, как зеницу ок. Ага. Ну ладно, мне пора идти. Как хочешь. Даред Ширал. Кодекс. Короче, бесполезный кодекс. Тупо начитали всякие. А нафига мне это надо? Есть кодекс интересный, есть не очень. Давай, что ты мне дашь? Блин. Затрян позволил мне забрать то, что там лежит. Только не лги мне. Это недостойно. Ты предал доверие моего клана и, судя по всему, обворовал нас. Знай, Затрян сейчас же все узнает. Затрян сказал, что клан снабдить меня не обходил. Он сказал, что мастер Вораторн даст тебе снаряжение. Рыться в наших сокровищах он тебе не разрешал. Хотя, что я удивляюсь. Прав был Затрян. Я слишком доверяю чужакам. Иди, делай, что собирался. И больше не беспокой меня. Ну-ка, если я третий раз попробую, ты нападешь, да? Как скажешь. Книга кожаная приплютия. И все? Что это такое? Просто стишок? Из-за этого так обижалась? Ну-ка, давайте попробуем по-другому. Так, загрузить. Что-то никто не возмущал, что я их граблю. Что это эти за возмущение? Так, с третьим делом. Хоп. А прости, больше не трону. Как так? То есть они просто охраняют какую-то книжку. Так, давайте разберемся. Мы находимся здесь. Нам нужно бы все... Господи. Что это? Палатка-ориентир. Ну так, давай. Молодец. Бог ремесла. Что это такое? Так, бог ремесла, магия и религия. Мы посвящаем все изделия твоих рук, когда народ был... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что это такое? Хранитель очага. Это, короче, просто какие-то бога. Боги, да, наверное? Ну, такое. Пока соберем. Может, когда мне не лень будет, я почитаю. Ага. То есть теоретически я пришел оттуда, да? Блин, как же мне тут все зашарить? Все и всех, как говорится. Я могу у тебя перить? Я это сделаю. Лук. Вот, лук, возможно, надо этой бабехе дать. Вот, пусть у нее один будет меч, а другой у нее будет лук. И огненные стрелы. Чтоб не въеживалось. Все. Так, стоп. Я просто не уверен, чем не можешь делать ничего нельзя. Долгий путь. Что за предмет? Ты хоть бы показывал, что я уперу-то? Кольцо и ожерелье. Ну, нормально. А, нет. Или да. Ладно. Что это у нас в долгий путь? Какая-то книжка магии-религии. Что здесь? Так себе. А, кстати, стойте, стойте. Пёсик, 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 пёсик. На ошейник. Два телосложения, шесть атаки, два брони. Доминирование мобари. У него был ошейник, господи. Что ты делаешь? Видишь, как покорёжилось дерево? Ты что, оставил его под дождём? Нет, мастер Вораторна. Я, наверное, я слишком сильно нагрел его. Ты же не Даргенлен. И это тебе не руда. Это живое дерево. Для работы с ним нужны не сильный жар, а терпение и умелые руки. Мне стыдно, мастер Вораторна. И должно быть стыдно. Если так пойдёт и дальше, мы навеки утратим это искусство. Выбрось мёртвое дерево и начни сначала. А я пока побеседую с нашим гостем. Итак, я говорю с тобой лишь потому, что этого требует хранитель. Так что выкладывай и поскорее уходи. Так. Вижу, ты настроен враждебно. Так я же ещё ничего не сделал. Если и случилось недоразумение, я могу всё объяснить. А чё я сделал-то? Ты злой. Не сказать, что ты можешь дать мне кое-какое снаряжение. Да, хранитель говорил, что ты можешь обратиться с такой просьбой. Я взял на себя смелость подобрать снаряжение, которым пользуются наши охотники. Возле Аравелла стоит большой сундук. Туда я складываю всё, чем мы можем поделиться. Поройся в сундуке и возьми всё, что тебе нужно. Давай устроим обмен. Нет. Я тебе не шемлинский купец, который готов продавать вещи любой рвании. Думаю, тебе лучше уйти им. Стойте, но у тебя же квест есть какой-то, да? Да. Что ещё тебе нужно? А что именно вы производите? Я главный ремесленник. Моя обязанность изучать наследие древних мастеров по работе с деревом и рудой. По правде говоря, мы долийцы умеем сейчас куда меньше, чем когда-то. И даже для этого нам пришлось трудиться не одно поколение. Есть дерево, которое при верной обработке становится твёрже стали, но куда легче. Оно растёт только в этом лесу. И мы называем его «железная кора». Хранитель запрещает нам ходить в лес и собирать древесину. Это значит, что в ближайшие годы я не смогу мастерить лучшие образцы наших изделий. А если я принесу тебе «железной коры»? Я бы не решился просить. Но если вдруг наткнёшься на «железную кору» и соберёшь немного древесины, вреда, я думаю, не случится. Она голубого оттенка, ни с чем не спутаешь. Можно собирать только ту кору, которая засохла и отворилась от дерева. Если найдёшь кору, неси мне. Я смастерю из неё всё, что захочешь. Хорошо, буду поглядывать во сторонам. Это было бы неплохо. Но ты только не забывай о наших охотниках. Да, так будет лучше. Иди своей дорогой, а мы будем работать. А что? То есть сначала она мне наехала, потом сказала «На, торгуй». Чё-то такое мини-бажам. На время или нет? Так, тут какие-то, смотрите, какие-то «Далтун», «Далтунат», «Даром», «Мурат». Короче, всякая фигня. Стрелы, долистки, перчатки. Одна ловкость. Хм. Как бы для меня это хорошо. Потому что, смотрите, эти пять... Они утомляемость меньше, ловкость дают. Ловкость-то мне нужна. Но не жёсткая кожа. Лёгкие перчатки, лёгкие перчатки. У меня как раз вываренная кожа. О, подарок. Потом кого-нибудь пикнем. Чё, остановясь в борты? Офига себе. Блин, я вот не знаю, нужно это или нет. А, у меня всё равно 12 голды и сижу, думаю. Да, давайте возьмём железный пока. Что я тебе могу пихнуть? Серый чугун. Давайте старый чугун пихну. Так, ну и зелик-то мне, наверное, надо. Чё тут дешёвое. Фига себе у тебя дорогие, они, конечно. Конечно, экономика тут жестяк. Какая-то более мощная птичка. Кто знает, когда не пригодятся. Всё, пока хватит. Ещё редкая железная кора. Хорошо. Блин, ну вот они. Собаки, я бы сказал. Староста солнца. Подарки, я кто-то после чего может сделать. На средоедущей карте. На это я не буду подарками заниматься, пока наберу. Потом будем думать. Ух ты. Ну это будет получше, наверное. Так, 72, 66. 72, 66, 9. Чё это такое? Снижает урон получаемый. Вот это ворот. Мягкое, вываренное. Но он чуть-чуть урон буквально увеличит и всё. Нет, пока лучше давайте это будет. Потом, когда у нас будет сет, может потом подумаем. Так, целебное, лук и стрелы. Пойдёт. Вон ещё какой-то сундук. Почему бы и нет? Вот эльфы, конечно, подозрительно. Любовное письмо. Так, собрание интимной переписки между развратными богачами и предметами их страсти. Мой эльфийский корешок. Травник предложил молодой рок-бронту. Я была очень осторожна. Твой подсолнышек. Магия. Ну, в топку. Корешок. Да. Фак. Ещё квест. Куча камушков. Так. Каберём. Блин, нет. Надо где-то в городе всё зашарить. Не хочу далеко убегать. Чувак, я знаю, у тебя что-то есть. Кража удалась. Ты мне хоть покажешь, что у меня новое? Так, я потом решу, кому что нужно. Куда я ещё бегу? Корень смерти. Наверное, что-то, чтобы яду изготавливать. Хорошо. Охотник, нитра вон какая-то. А, это я оттуда пришёл, да? Всё просто. Там есть что упереть? Чё, прям ничего? Ну ладно, давайте с Митрой поговорим. Ну, я понял. Чё б ты мне сделала? Если бы я был маньяком, который в одиночку уходит и всех убивает. Что тебе нужно? Да, я не, не важно. Было бы прикольно, знаете, так взять и тупо маньяка отыгрывать. Все части, всех убивать. Они же вроде как все связаны, да? Конечно, я не верил, что это было прям мега прикольно. Так, ну давай с тобой поговорим. Андорана Тишан, чужеземец. Меня зовут Атерос. Надеюсь, мои сородичи не были к тебе слишком суровы. Они несколько недоверчивы. На их месте я бы вела себя так же. В конце концов, они же только что пережили нападение. Мы вовсе не хотели оскорбить серого стража. Просто мы слишком уж озабочены участью наших охотников. В таком состоянии легко забыть о вежливости. Я так понимаю, ты будешь искать волков в лесу Бресилиан. Я пошел бы с тобой, но Затриан мне запретил. Строго-настрого. Похоже, тебя это не радует. Никого из нас не радует это положение. А меня так меньше всех. Но не следует мне так много говорить об этом. Особенно с посторонними. Вряд ли тебя очень волнуют мои беды. Брось. Я охотно выслушу тебя. Непривычно мне открыто говорить с чужеземцами. Но вдруг ты сможешь мне помочь. Мы с Даниэлой, моей женой, попали в засаду оборотней. Даниэлла была так тяжело ранена, что проклятие быстро овладело ей. Затриан изо всех сил старался облегчить ее страдания, но оказался бессилен. И хотя он твердит, что Даниэлла умерла, он так и не позволил мне взглянуть на нее, на ее тело. Мне уже в голову приходит, что она и впрямь... Капец. Самолет, мопед. Господи, я еще ничего не слышал. Мне бы только узнать, что Даниэлла жива. Узнать, что с ней случилось. И тогда я бы успокоилась. Хорошо. Я поищу ее в лесу. У меня есть амулет. Работа наших мастеров. Вещица так себе, но я охотно отдам ее тебе, если ты хоть что-нибудь узнаешь. Так, задание. Это хорошо. Чем поделишься? Я это сделаю. Что ты мне дал? Тоже корень какой-то. Наверное. Что-то такие цели. Ну и чернила. Зачем это? Да какой, блин. Письмо в крови. Когда дети нашего народа достигают совершеннолетие, получают право навести на тело властин или письмо на крови. Это обычай отличает нас от шамленов, а также от эльфов, перенявших шамленские привычки. Это то есть людей, да? Он напоминает, что никогда больше мы не откажемся от своих традиций и верований. Сам ритуал заслуживает великого почтения. Тот, кому предстоит получить власть, тело обязан надлежащим образом подготовиться, посвятив должное время размышлениям о богах и обычаях нашего народа. А также очистить тело и кожу. Когда время приходит, хранитель обычаев клана наносит письмо на крови. Ритуал этот происходит в полной тишине. В тишине о крики боли считаются признаком слабости. Если испытуемый не в состоянии вынести боль, это означает, что он еще не готов принять на себя груз ответственности взрослого. Если хранитель решает, что юный эльф не вынесет испытания, ритуал останавливается. В этом нет ничего постыдного, ведь все дети разные, а наши предки могли прожить несколько столетий, прежде чем их признавали взрослыми. Офига себе. Кожаный шлем. Ну, бесполезно. Хлам, да, продам куда-нибудь потом. Блин, что-то все... Все серии-то просто беготня и общение. Ну, что поделать? Бывает. Нифига нянька. Почему она говорит голосом тролля? Орка, то есть, из Варкрафта. Так, у меня еще осталось два квеста. Этот и этот. Одолжите что-нибудь в казну серых стражей, молодцы. Эльфилька, 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 давай. Камен. Че-то ты молодой. Что ты... Ну, и тебе привет. Ты кто такой? Я Камен, ученик охотника. Хотя, эх, как бы мне стать настоящим охотником? Что же тебе мешает? Я... Не стану я говорить об этом с чужаком. Ты не поймешь. Да... А ты попробуй, вдруг я тебя удивлю. Ну, наверное, беды не будет. А помочь мне ты все равно не сможешь. Слишком долго я пробыл в учениках. А чтобы стать охотником, надо принести шкуру зверя, которого я добыл в одиночку. Кабана или волка, или... Или еще кого-то. Я хотел пойти охотиться в лес, но нам запретили из-за нападений. Хотя, по правде, все дело в гении. Гении? А, шары подкатываешь. Своей решки. Что, проблемы с девушкой? Я люблю ее всем сердцем. Я просил ее руки, но она жестоко отвергает меня. Говорит, что не свяжет свою жизнь с учеником и называет меня малышом. Я не малыш. Куча охотник. Я бы это доказал, но... Мне нельзя охотиться. Я навсегда потеряю гейну. Я просто ничего не могу поделать. Зря я разболтался. Оставьте меня наедине с моим горем. Наверняка можно найти выход. Думаешь, я над этим голову не ломал? Нет, тут ничего не поделаешь. А если я добыт тебе шкуру? Нет. На это я не пойду. Я должен добыть зверя своими руками. Это же мое посвящение в настоящие охотники. Так ты хочешь жениться на гейне или нет? Решаешь? Да, твоя правда. Я хочу жениться на гейне, пока она не выскочила за кого-нибудь другого. Так ты добудешь для меня шкуру? Но с чего вдруг такая доброта? Потому что мне такое захотелось. Подходящая причина. Тогда спасибо тебе огромное. Я помолюсь Андруэл, богиня охоты, и чтобы она послала тебе удачу. Ну и ладно. Кстати, мне какой-то амулет впарили, по-моему. А нет. Ну и ладно. Ты можешь тоже мне помочь? Молодец. Так, что еще можно взять? Да ты реально орк из Варкрафта? Смотри, твой пес. Так, ужасный волк. Да без разницы, если честно. Скажешь, как тебе без разницы? Ты должен был разбирать, читать. Я слишком ленивый. Ну-ка, давай посмотри, что у тебя есть. Какие-то вещи у них пру. Было бы что полезное. Лук упер, что ли? Не знаю. Ты ведь Гай, Гейна, да? Мне про тебя говорил Камер. Ты, ты говорил с ним? Что он сказал? Сказал, что если повезет, он скоро затащит тебя в постель, фигась. Сказал, что ты не хочешь стать его женой. О, я не рассчитываю, что чужеземец будет знать наши обычаи, но не могу я связать жизнь с Камером. Он уже два года ходит в учениках-охотниках, ему пора добыть серьезного зверя. Но стоит ему отправиться в лес, как все идет напрекосяк. Наверное, творцы не желают нашего брака. Не могу же я выйти за ученика-охотника, верно? Почему? А по-моему, если ты его любишь, не важно, какое у него положение. Но что, если он так и не станет настоящим охотником? Да, станет. Что будет с нашей семьей? Ну, с одной стороны, понятно, все женщины, как сказать, хотят, чтобы семья была, как сказать... Короче, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность, да? Если любишь, то верь в него и помоги добиться успеха. Ну, просто у меня, может, превзятое мнение, но у меня с бывшей так было. А че, все, я квест выполнил отлично. Камен! Какой дурой я была! Гейна, ты о чем? Ты... ты передумала? Да. Чужеземец помог мне понять, что я не права. Из-за меня ты был несчастен, а это неправильно. А как же моя охота? Мне дело не по ее. Я знаю, придет время, ты добудешь все, что положено. И у нас будут дети, и мы будем счастливы. Спасибо, Гейна. Ты сделала меня счастливейшим из эльфов. Сегодня боги благословили меня. Ха! Кто тут красавчик? Мы очень благодарны тебе. Ты помог нам соединиться. Ты просто чудо! Я так счастлива! Как чудесно! Молодой любви все же позволили расцвести. А квест? Вот, возьми. Эта вещь хранилась в нашей семье с ней запамятных пор, но надеюсь, она поможет тебе в войне с порождением тьмы. Это самое малое, что мы можем для тебя сделать. А что, квеста больше нет? Ух ты. Урень Е, я еще и уровень получил. Так что, кто? Сага. А что мне дал? Мне дал какой-нибудь. Еще мне дал общий. Ну, продам ее, ладно. А что, квест все? То есть... Я же говорю, прикольно. Надо брать. Так, где-то последний квест. Сейчас я последний поговорю, чтобы набрать квестов. И в следующей серии мы начнем. Так, это про богов. Короче, просто местный лор. Эй, я же щелкал на тебя. Что не так? Ты не должен светиться больше. Получается, все. Я все выполнил, потом можно отсюда уходить на квест. Отлично. Так, все, сейчас не поговорим. Прокачаемся, и я готов. Закончить серию разговоров. Ну, прикольно. Видите, я же не зря убеждения качал. Теперь мы можем спокойно решать все проблемы разговорами. Ты слепаешь, что ли? Прошу прощения, чужезенец. Я была так занята галлой, что не слышала твоих шагов. Ооо. Что это такое галла? Это благородные животные, которые возят наши арвели. Сухопутные корабли, как говорят люди. Это наши спутники и помощники. У нас в Ворзамаре нет ничего похожего. Разве что Бронто. Я слыхала о ваших Бронто. Это вьючный скот, верно? Галлы совсем другие. Мы ездим на галлах верхом, но без седла и узды. Это галлы решают, куда идти. И оказывают нам честь, когда берут наши арвели с собой. Взамен пастухи с ними разговаривают и заботятся об их нуждах. Мы связаны узами дружбы, а не рабства. Я, кажется, знаю, как вы проиграли. Но почему же ты отделила этого галла от остальных? Боюсь, ее во время нападения покусали оборотни. Я пытаюсь говорить с нею, но она слишком возбуждена, и я ее не понимаю. Проклятие подействует на нее не так, как на нас. Но все равно может ее убить. И, возможно, заразить других галлов. Раны я не вижу. Но если она и впрямь больна, то... Мне придется избавить ее от страданий. Ради нее самой и ради других. Я могу чем-нибудь помочь? Не знаю. Если ты чем-то сумеешь помочь ей, я буду благодарна. Так. Насмотреть галлу выживание. Ну, что ты думаешь? Дей кобздец. Ничего я не понимаю. Все равно спасибо за попытку. Постараться успокоить галлу. Зачем лгать? Нет. Очень жаль. При тебе она точно так же возбуждена. Так. Прости, я стараюсь изо всех сил. Я знаю. Спасибо за попытку. Если хочешь, я могу быстро прикончить ее. Нет, так нельзя. Я сама это сделаю, когда придет время. Это мой долг. И как главного пастуха, и как... Как ее друга. Она сделает последний вздох, зная, что со мною ей всегда было хорошо. Так. Квадекс обновлен. Что это? Существа. Олени вот эти, да. Ни одно существо дарелиськи не почитается. Так как галл. Короче, они... У них могла быть целая конница. Они... Залож... Ну как... Короче, они профукали себе конную армию. Потому что они, типа, их уважают. Ну, я бы ее убил. Ну ладно, это их дело. Так, мне нужна ловкость и хитрость. В принципе, урон без разницы. Потом прокачаем. Пока нужно вот, чтобы уворачиваться и не попадать. Далее. А где убеждения у меня? Убеждения нет, да? Ну, ладненько. Удар милосердия. Уровень 8. В смысле, я же 8. А, я 7 же. Вот я лошара. Так, дальше что я могу сделать? Усиливает боевую подготовку. Усильно боевая подготовка. Ладжана. А, другой навык нужен. Хм. То есть, чтобы прокачать досюда, мне нужен... О, сколько? Хитрость 22 нужно. А, ну нормально. Хватает. То есть, максимально хитрость 22 и ловкость нужно, видите? Так, ладно. Двойной удар. Пока активно способны, персонажи одновременно наносят удар с обеих рук. Атаки наносят увеличенные уроны регулярно. И критический панель становится невозможным. Не уверен. Персонаж замахивает оружием в обеих руках. Вперед. По-широким теги проезжает ближайший какой-то... Ну да. Ну раз другого ничего нету. Пусть это хотя бы будет. Все. Вот как-то так. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok